Сегодня я возьму разбег, завью стрелой на самый вверх, не знаю, что меня там ждёт. Плавные переходы, годная музыка и эффекты. Отличная работа, монтажёр! Ха, это же я! Кстати, а когда мне повысят зарплату? Зарплату? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Совсем скоро в Сан-Франциско состоится конференция Ripple Swell. На ней встретятся лидеры крупнейших банков, сотни экспертов индустрии и людей, которые трансформируют способ ведения денег в нашем мире. Конечно же, на этой конференции выступит и сам Билл Клинтон, один из президентов США. Билл выступит с заключительной речью. Сам этот факт достаточно странный, ведь ничего так сильно не ассоциируется с криптовалютной революцией, как Билл Клинтон. В сети даже стали постить разного рода мемы. Конференция Swell Иисус Христос. Конференция Swell Ким Чен Ын. Но очевидно, что сам Ripple очень гордится фактом присутствия такой фигуры на шахматной доске, как Билл Клинтон. Ребята, у меня к вам вопрос. Как, по-вашему, повлияет эта конференция на курс токена XRP? Судя по этому индикатору, больше голосов насчитывается именно за позитивным прогнозом роста, хотя отрыв не такой уж и большой. На этом сайте можно найти всю историю загадочного Сатоши Накамото. Между 2008 и 2012 группа программистов, или один программист под псевдонимом Сатоши Накамото, делились или делился с миром совершенно новым взглядом на финансы. Здесь можно прочесть даже переписки на почте, посты на форумах, посмотреть сам код и цитаты Сатоши. Лично меня очень заинтересовала одна имейл-переписка между неким Майком Хорном и человеком, подписанным как Сатоши Н. Очевидно, Н это Накамото. Я немного покопался и обнаружил, что сегодня Майка Хорна знают как одного из разработчиков Bitcoin Core. Серьезный такой дядька. Как вы знаете, многие ругают Ripple, на чем свет стоит, за то, что XRP вовсе и не децентрализован. Мол, и не криптовалюта это вообще. Так вот, в этой переписке Майка с Сатоши я обнаружил упоминание Ripple. Майк пишет, я узнал о Ripple. Если у вас есть какие-то мысли о нем, я бы хотел их услышать. На что Сатоши Накамото отвечает. Ripple интересен тем, что это единственная другая система, действиям которой доверяют, несмотря на их концентрацию на центральном сервере. Судя по этому ответу, Сатоши не считал централизацию Ripple чем-то плохим. Наоборот, он считал это интересным, потому что даже несмотря на это Ripple доверяют. В этой переписке вообще очень много всего интересного можно найти. К примеру, сомнения, которые спустя 9 лет полностью оправдались. Из письма Майка Хорна. Мне также интересно, является ли аксиома 1 Core равно 1 голос стабильной? Если большинство нодов находятся на домашних ПК, кажется вполне вероятным, что атакующий сеть человек может использовать FPGA или настраиваемый ASIC, чтобы получить лучшую производительность. Прежде всего, ребята, FPGA это очень мощный инструмент, способный решать огромное количество задач. А ASIC это то, что вы все прекрасно знаете. Так вот, в 2009 году программист Bitcoin Core, предполагая атаки на сеть, называл использование ASIC'ов угрозой для нее, а потенциальных юзеров ASIC'ов людьми, атакующими эту сеть. Угадайте, что происходит спустя 9 лет? Большинство биткоин-майнеров не расположены на каких-то там домашних ПК, которыми пользуюсь я или вы. А ведь именно таким должен был быть биткоин. А вместо этого мы видим в том же Китае огромные помещения, заполненные ASIC'ами или GPU-майнерами. В 2009 году Майк Хорн называл таких людей злоумышленниками, атакующими сеть. Попробуйте теперь поймайнить биткоин на своем ПК. Вот почему утверждение «один ПК равно один голос» уже не работает. Теперь весь контроль имеют те, у кого больше производительности. Поэтому биткоин централизован куда больше, чем вы думаете. Вот так выглядит централизация системы. И это тоже централизация. А это полная централизация. А вот так выглядит диаграмма китайских биткоин-майнеров и всех остальных. Думаю, выводы можно и не озвучивать. Этим сентябрем был обнаружен критический баг в биткоин-кор, который позволял мошенникам превысить лимит выпущенных монет, установленный Сатоши Накамото. Кто-то мог бы просто создать, к примеру, 50 миллионов биткоинов. Почему бы и нет? Как бы на это отреагировал рынок? Превышение количества монет приведет к увеличению предложения. А значит и к девальвации криптовалюты. Да и традиционной валюты тоже. Баг был настолько серьезным, что разработчики скрывали его до тех пор, пока не исправили ошибку. Прошлой зимой я хотел купить себе классную клавиатуру с подсветкой. Стоила она всего 160 долларов. Я хотел оплатить в биткоинах, и знаете что? Комиссия составила бы 40 баксов. Сейчас сеть не настолько загружена, всего 10 тысяч транзакций за последний час было совершено, но комиссия все равно достаточно большая, полдоллара. Вы скажете, Ди, полдоллара, это же мало. Но посмотрите на Рипл, у него комиссия за транзакцию составляет одну тысячную доллара. Поэтому все мы ждем полноценный протокол Lightning Network, чтобы транзакции совершались за минуты, а комиссии обходились в центы. Но реальность пока что не радует. 99% крупных биткоин транзакций не проходят в Lightning Network. Успех выполненной транзакции объемом выше 200 долларов равняется 1%. Конечно же над протоколом ведется работа, и обещают полноценно работающий продукт показать в 2019 или 2020 году. Собственно на этом можно и подытожить. XRP кажется мне вполне обоснованной инвестицией, а биткоину нужно над собой еще поработать. В 2009-2010 биткоин это была революция, это была революционная технология, которая привела блокчейн в этот мир. Но как по мне сейчас она морально устарела. У нее очень много недостатков. Да, их пытаются решать и вроде бы даже решают. Но знаете, мы не получим айфон, если будем модернизировать Нокию. И мы никак не сможем получать электричество, улучшая свечи. В любом случае, если биткоин свои проблемы решит, я буду только за. Что ж, ребята, это были не только мои мысли касательно первой криптовалюты и XRP, но и мнение Майка Хорна и Сатоша Накамото о биткоине, рипле и их будущем. Если вы тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Это абсолютно бесплатно, между прочим. Также жмите колокольчик, так вы будете получать уведомления о новых видео и посмотрите их одними из первых. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями, а также не забывайте, что ссылки на мои ресурсы и предыдущие видео находятся в описании под этим видео. А меня зовут Богатейший Ди, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»